Но только в уме Дмитрия Хохлова, потому что Игорь Екенфеев сыграл так, как лучше. Дэвид Эшемберес по флангу набирает ход. Очень интересно последить за работой Павла Мамаева. В Вольсбурге мы его не увидели. А здесь опасный момент. Загоев, удар поворотом! Шунин! Шунин спасает свою команду, потому что, смотрите, как растерялись динамовские защитники. Запустили Алана одного в штрафную. Тот поймал мяч в очень сложной точке и здорово пробил поворотом. Еще раз, простенький проход Милоша Красича. И вот сколько вопросов оставляет. Очень удачная передача от Евгения Алдонина. Пилиев, стеночку отыгрался с Мамаевым. Дальше проходит, режет угол. Пилиев уже в штрафной. Пилиев и все. И все здесь 7. И Анопка. Анопка это делал так, как будто команда победила в чемпионате мира. Так, а здесь у нас удар поворотом. Вот опять из той зоны, откуда бил Алан Загоев не так давно. И опять здесь некоторые проблемы у Динамо. Ведь в принципе-то атака, которая была прогнозируема. И посмотрите, как Дмитрий Камбаров пытается поймать мяч. Вместо того, чтобы держать своего игрока. И справа один Мамаев. Дам ему пас. Краасич, он может один в один обыграть запросто. Подача, удар, поворот, а штанга! Вот из ниоткуда сейчас нарисовался Ника Пилиев. Опять бросили его. Опять я обращаю ваше внимание на то, что правый фланг сегодня самый интересный с точки зрения созидания. И у одних, и у других. Вот Пилиев бьет поворотом. А кто же там за него отвечал? Кирилл Камбаров, по-моему, рядом. Стандарт сейчас крайне важен. Подача! Удар! И с каким трудом Антон Шунин достает этот мяч. Но ведь достает. Молодца! Десять всего лишь бразильц уделял тактическим настроениям соперника и своей команды. Цагоев. Хорошая какая передача. Удар 1-0! Павел Мамаев! Ух, какой гол! Как же здорово сейчас сработала эта связка. Мамаев, конечно, красавец. Это его первый мяч. Мы поздравляем Павла с тем, что он открыл счет в таком важном матче. И счет, и счет своим мячам. Ну и какую гениальную передачу смастерил Загоев. Смотрите-ка. Вот он поднимает глаза и видит, что зона образована. Ну а тут, тут центральные защитники, конечно, сплоховали. Смотрите, где Фернандес. Он смотрит на Дмитрия Камбарова. Но еще до того, как Павел Мамаев принимает этот мяч, уже Фернандес обращается к своему товарищу по обороне. Дескать, что Хуанда Рамос так аккуратно втаскивает его в стартовый состав. А пока у Загоева момент. Загоев решать! И здесь Нецит и Шунин! Ох, какой моментище-то было ЦСКА, чтобы забить. Но мы должны с вами оценить позицию орбиты. По-моему, все-таки Загоев выдавал передачу. Ну и здесь Шунин. Блеск, просто блеск. Уходит Томаш Нецит. Вот эти фланговые атаки. Пилиев. Тут же Щеников ему в подмогу. Пилиев. Нет, там все-таки нет. Не повод назначать 11-метровый. Безбородов был рядом с эпизодом. А здесь Щеников. Ух, как отборно играть. Вот он. Рука. Ковальчиком. Да? Хороший какой перевод налево. Агияр. Подача Кокорин! И Акинфеев. Тут они не договорились с Игнашевичем, но это полбеды. Беда в том, что так спокойно все Динамо сделало. И Кокорин вполне мог забить. Агияр. Изумительная передача. И как же все забыли про Кокорина. И шесть человек белоголубых там же. Не рискует ЦСКА. С этим угловым. Дзагоев. Подача Гильермо. Штанга. И Красич 2-0. И Красич 2-0. Здорово все сделал ЦСКА. Блестящая подача Дзагоева. Все поздравляют Красича. Но и Дзагоева тоже, конечно, поаплодируют. Шестой мяч Милуша Красича. Не случайно показывали его мячином табло. Еще раз смотрим. Ну, смотрите, сколько времени, сколько пространства Дзагоева. И никто не ловит этот мяч, кроме как Гильермо. По-моему, он коснулся его. Да. Штанга. А здесь все забыли уже про Красича. Оборона. Вот Ахиллесова пята Динамо. И опять. Партнеры. И Дзагоев получает свой шанс. Алан. Пауза. Гильермо. 3-0. Вы знаете, эту атаку начал Игорь Кенфеев. Игорь Кенфеев сделал такой гроссмейстерский пас. Гильермо. Его третий мяч в двух матчах. Очень на чертенку похож. Да. Классный гол забивает ЦСКА. Еще раз смотрим. Вот. Это уже окончание атаки. Это уже окончание. Здесь делится Дзагоев. Здесь не успевает в защите Динамо. Ну вот, если бы нам увидеть с самого начала. То, как Игорь Кенфеев мастерски ввел этот мяч в игру. То, какой коридор был в центре у Динамо. И как спокойно мяч обработал. Алан Загоев рванул вперед. Дождался Гильермо, который тоже нашел для себя позицию на поле. И все.